АПЛОДИСМЕНТЫ Всем привет. Меня зовут Альфред. Я буду рассказывать сегодня про сборку iOS-приложения и систему сборки. Какие бывают, зачем нужны. План лекции такой, что мы сначала вообще поймем, зачем нам эти знания нужны. Потом посмотрим, из чего состоит iOS-приложение. Попробуем собрать свое собственное iOS-приложение без X-кода. Запустить его. И посмотрим на системы сборки, которые помогают как раз делать так, чтобы нам не нужно было вручную собирать свое приложение. Что это вообще такое система сборки и какие бывают в мире. Итак, зачем нам эти знания? Вообще, наверное, большинство iOS-ротработчиков относится к сборке как к некоторому магическому ящику. То есть вы нажимаете Command-R, там что-то шуршит, шуршит, шуршит. И в итоге появляется приложение и запускается на симуляторе на девайсе. Но что в этом магическом ящике, что там шуршит, никто особо не знает. Хотя у нас есть некоторые догадки о том, что там происходит. Вызываются какие-то компиляторы, линковщики. И выплевывают иногда ошибки. Некоторые ошибки простые, которые мы понимаем, как чинить. Некоторые ошибки бывают более сложные, которые как чинить мы не понимаем. И обычно за такими ошибками мы лезем в интернет на какие-нибудь Stack Overflow сайты. Но там нас ждет только боль и разочарование, потому что есть тысяча ответов, как сделать то, сделать то. Ничего не помогает. Может быть, поможет, но это не факт. Какой выход? Разобраться, что же там все-таки происходит. Примерно понимать, что за чем следует, что когда вызывается. И тогда можно будет с помощью этих знаний примерно понять, в чем проблема, и не тыкать рандомно на все кнопки. Так же, чем могут быть полезны информации о системах сборок, о системах сборки, тем, что в некоторые команды, если вы будете устраиваться на работу, в некоторые команды вы можете прийти и удивиться, что не все используют Xcode Build как сборочную систему. И чтобы глаза огромные не были, когда вы придете. Посмотрим, какие вообще бывают Build-системы, чем они отличаются, какие у каждых из них есть преимущества, какие недостатки, и как выбрать себе, может быть, может быть, вы будете работать в команде, в которой когда-то придется сменить Build-систему на что-то более подходящее, чем Xcode Build. Ну, начнем со структуры iOS-приложения. Что такое вообще iOS-приложение? Из чего оно состоит? Вообще iOS-приложение — это просто папочка. То есть папочка с расширением .app, которая имеет некоторую определенную структуру. Вот папочки с некоторой определенной структурой вообще в Mac и в iOS называются бандлами. Есть различные бандлы, есть приложения, есть фреймворки, есть ресурсные бандлы. Ну, их много разных. Еще плагины есть. Основные составляющие бандлы — это всегда инфоплист. Это точно нужно. И для приложения это исполняемый файл. То есть файл, в котором лежит ваш скомпилированный код. который будет, собственно, запускаться. Вот. Значит, исполняемый файл — это бинарный файл с машинным кодом. Это скомпилированные ваши сорцы, проходят через магические этапы и превращаются в такой вот файлик. В этом файле есть точка входа. Обычно вы в коде ее задаете либо функцией main, либо есть, можно создать такой файлик main.swift, там написать код, и это тоже будет точкой входа в приложении. Либо в последнем, в недавних версиях свифта добавили атрибут собака main. Можно его поставить на структуру или на класс и определить специальную функцию, и это будет тоже точкой входа. В разных операционных системах разные форматы исполняемых файлов. То есть вы не сможете этот бинарник запустить на Windows или на Linux. Он только запустится на iOS. Вообще в Mac и в iOS используется формат, называется Maco. Если интересно, можно почитать, как он устроен. Вообще в этой лекции можно так сказать, что к каждому слайду можно еще дополнительную лекцию делать, поэтому мы так поверхностно-поверхностно делаем обзорные какие-то вещи. Так, дальше. Инфоплист. Что лежит в инфоплисте? Инфоплист – это что-то, такой файлик, в котором записаны структурки, либо ключ-значения, либо массивчики, либо константы какие-то. И в целом в инфоплисте лежит информация о том, для операционной системы. Это какие-то строки, идентификаторы, версия приложения, имя приложения. Что-нибудь еще? В общем, много всего. В инфоплистах, в больших приложениях, там могут быть сотни записей. Но вот самые важные – это вот, без которых приложения вообще не запустятся, это вот bundle ID, bundle name и bundle version. То есть ID-шник приложения, имя и версия. Папочка с фреймворками. Папочка с фреймворками. Там лежат тоже папочки. Они имеют расширение фреймворка, и они тоже являются бандлами. У них тоже есть определенная структура. Там лежат динамические библиотеки, которые подгружаются в рантайме. Это может быть какие-то федпати библиотеки, которые поставляются сразу динамическими. Это может быть, если вы делаете какой-то экстеншен, и вы хотите пошарить между своим основным приложением и экстеншеном какой-то код, то его тоже можно положить вот в фреймворк. И в рантайме, то есть код будет один раз только в приложении лежать, его не нужно будет и держать в приложении, и в плагине, в экстеншене. assets.car Это файлик, куда кладутся ресурсы. В основном iOS-разработчики используют их все ассеты, когда в Xcode вам нужно добавить какую-то картинку. И вот эти картинки, если вы их добавили в Xcode, они в итоге попадут в этот файлик assets.car. Там есть специальная тула AC-тул, которая собирает их все ассеты по всему проекту и создает этот файлик. Она их жмет, специальным образом выставляет, так, чтобы можно было очень быстро в рантайме получить доступ, и чтобы это занимало немного места на диске. Вот, в принципе, это вот такая вот оптимизация и размера, и скорости загрузки ресурсов. Могут лежать разные другие ресурсы. Вот, например, для старых iOS. Только недавно в iOS появилась возможность иконку приложения класть тоже vasets.car. Раньше нужно было их класть вот прямо вот просто в приложение. Ну и различные другие вещи, которые уже, может быть, предсжаты, или вот есть какой-то формат, который сжимает, например, если у вас есть какая-нибудь там база данных, которую вам нужно положить с собой в приложение, нет смысла ее сжать, потом куда-то распаковывать с помощью iOS.car и как-то манипулировать. А можно просто сразу сюда положить и получать доступ. Или, например, если вы будете когда-нибудь писать на методе, то метал компилируется тоже в отдельную библиотечку и тоже кладется плоско. Последнее — это подпись. Подпись требуется для установки на девайс всегда. На симулятор ее может не быть. В принципе, симулятор на это не ругается. Подпись позволяет подтвердить вас, как автора приложения, чтобы никто другой не захотел притвориться вами, чтобы не внедрял никакой malware-код. И, с другой стороны, подпись позволяет системным приложениям, таким как Safari или еще как, ну, Photos там, иметь больше доступов, больше прав в системе, чем обычные приложения. То есть вы не можете притвориться системным приложением за счет подписью. Там может содержаться много-много всего еще. Экстеншены, файлы легализации, еще какие-то бандлы с ресурсами. В общем, там может быть сотни, тысячи файлов в бандле приложения. Но в целом вот это основные вещи. Вот. Вопросы. Есть вопросы? Нет вопросов? Включились? Так. Вторая тема — это как собрать приложение вручную. И вот, допустим, у вас нет X-кода, его запретили. И нам нужно собрать приложение вручную. Что делать? Ну, на самом деле, это полезно для понимания вообще, что происходит. Надо определить сначала, из чего нам самое простое приложение, из чего мы можем сделать. Нам нужен точно исполняемый файл. И нам нужен точно инфоплист. И потом мы их положим в папочку, назовем ее правильно, и получится приложение. Что нужно сделать, чтобы получить исполняемый файл? Во-первых, нам нужно скомпилировать код. Компиляция кода на выходе дает точка О-файлы или объектные файлы, их еще называют, которые потом нужно слинковать. То есть О-файлы — это уже машинный код, но он еще как бы разбросанный. Если у вас там 100 файлов, то вы получите 100 объектных файлов. А потом их нужно все скомпоновать, и процесс вот этот вот называется линковка. Три, точнее, два этапа на самом деле. Компиляция и линковка. Компиляция с вивтом происходит по модульну, то есть сразу несколько файлов кормится в сивтовый компилятор, и получается несколько объектных файлов. То есть у вас в приложении там несколько файлов, они сразу все кормятся в компилятор, и на выходе получается множество объектных файлов. Соответствие каждому файлу по одному объектному файлу. хотя это тоже не обязательно, об этом чуть подальше поговорим. И что такое модуль в сифте? То есть это набор файлов, среди которых код видит другой код с internal-видимостью. То есть если у вас есть функция в одном файле с internal-видимостью, и вы видите ее из другого файла, то есть можете ее вызвать, или класс, или константа, то это значит, что файлы в одном модуле. Вот. И этот один модуль, он компилируется как одно целое. И это называется compilation unit. Например, в SAC или в Objective-C это один файлик. То есть compilation unit в сифте это модуль, а в Objective-C это один файлик. Ну и также модуль можно импортировать. Когда вы пишете импорт сверху что-нибудь, вы на самом деле импортируете публичный интерфейс какого-то модуля. Современные компиляторы вообще очень сложные такие программы. Они могут содержать там миллионы, может быть даже десятки миллионов строк кода и делятся на некоторые уровни. Свистовый компилятор можно разделить на три самых таких верхних уровня. Это driver, frontend и backend. Разбирать будем снизу вверх, так будет удобнее. Сначала посмотрим про backend. Backend в свифтовом компиляторе это LVM. LVM это такая штука, которая на вход принимает код в таком специальном виде, который называется intermediate representation. Это что-то вроде такого высокоуровневого ассемблера. И он может на выходе давать машинный код для различных архитектур. Для LVM существует множество frontend. И вот в чем его большая заслуга? Это то, что он, во-первых, много разных архитектур поддерживает, а во-вторых, там очень много оптимизаций и очень мощных оптимизаций. Можно сказать, что там очень много светлейших умов сегодняшнего мира направлены именно в теории компиляторов, именно направлены в эту область, потому что, делая оптимизацию в LVM, вы делаете эту оптимизацию, которая будет работать сразу в нескольких языках и на всех архитектурах. То есть это и в всях она будет работать, и в плюсах, и в Objective-C, и в свифте, и в Rust, и на всех архитектурах, и на Army, и на x86. Примерно так это выглядит. То есть есть много разных компиляторов, которые используют LVM. Это и Clank, и Rust компилятор, и свифтовый компилятор. И он может генерировать машинный код для различных архитектур. То есть и для десктопа, и для мобильных. Переходим дальше, к фронт-энду. Что такое фронт-энд? Фронт-энд – это… Опс. Так, все правильно. Да, все правильно. Представим такую ситуацию. У вас есть два файлика. В одном файлике вы вызываете функцию, которая объявлена в другом файлике. Чтобы компилятору скомпилировать main.swift.file, ему необходимо знать о том, что существует utils.swift.file. Если он этого знать не будет, то он не знает, что вообще функция Fibonacci существует, какие аргументы она принимает, что возвращает, какую сигнатуру имеет и так далее. Поэтому, чтобы скомпилировать хотя бы один свифтовый файл, вам необходимо знать обо всех файлах. То есть компилируя один файл, вам нужно знать, как бы распарсить все остальные файлы. Вот frontend — это как раз часть свифтового компилятора, которая компилирует какой-то файл, но ему необходимо знать обо всех других. То есть вот там написано вызов фронтенда. Он так выглядит примерно. Swift минус frontend. Минус c — это компиляция. И вот primary файл обозначается файл, который мы сейчас будем компилировать. Их может быть несколько. И затем идут все остальные файлы из модуля. Значит, frontend их все парсит, primary файл компилирует и по одному файлу на primary файл выдает. Ну, это тоже не всегда, но почти всегда. Вопросы тут есть какие-нибудь? И самый верхний уровень — это driver. Driver уже является программой, которая оркестрирует вызовы фронтенда. Он уже намного проще в использовании. Мы ему передаем просто файлики, которые нам нужно скомпилировать. И он сам как-то вызывает фронтенды, какие файлики скомпилировать. И у него есть несколько режимов. Режимы мы тоже задаем сами. Есть такие, можно выделить, четыре основных режима. Они различаются. Ну, первый, он такой, как бы детский режим, который преимуществ не имеет перед другими, но тем не менее полезно его тоже рассмотреть. Различаются они количеством оптимизации и скоростью. То есть чем быстрее комбилируются файлы, тем хуже будут оптимизации. И наоборот. Первый режим — это инкрементальный режим. Тут довольно все просто. Драйвер просто вызывает для каждого файлика фронтенд. То есть каждый файлик берется, для него вызывается фронтенд. Проблема тут в том, что если у вас много файликов, то фронтенд должен парсить все остальные. То есть даже чтобы скомпилировать хотя бы один файлик, фронтенд должен распарсить все. Если у вас там 100 файликов, то будет вызвано 100 фронтендов, и каждый будет парсить все 100 файликов. Будет 10 тысяч парсингов, и это так себе. Если чем модуль больше растет, тем все хуже и хуже становится. Это такой наивный режим. Выглядит он вот так примерно. То есть у нас есть вот на схеме 8 файликов. Мы их кормим в драйвер. Драйвер на каждой из 8 файликов вызывает фронтенд. Один из файликов помечает как праймеры. Фронтенд вызывает бэкэнд. И у нас получается 8 объектных файлов. Следующий режим — это инкрементальный режим с пачками. Батч мод. Включается он через enable-батч мод. Он не сразу в себе появился, поэтому он так отдельно сделан, отдельным флажочком. В чем различие? В том, что все входные файлы делятся на пачки. Количество пачек задается параметром j. Это условный параметр, насколько вы можете распараллелить компиляцию. То есть если у вас там 16 ядер, то можно j16 ставить. Если 8 ядер, то можно j8 ставить. В чем преимущество? Преимущество, что только это количество раз вызывается фронтенды, и они только это количество раз парсят все остальное. То есть мы из квадрата переходим в некоторый линейный рост. То есть у нас количество ядер не растет вместе с количеством файлов, поэтому получается, что рост линейный количества парсинга. И при этом мы сохраняем парализацию. То есть мы можем полностью наделать столько пачек, сколько нам нужно, и все ядра будут заняты, будут работать. Так это выглядит. Передаем в драйвер, делим на две пачки. Четыре файлика в одном вызове и в четыре файлика в другом помечаем как праймери. Вызываем на этом фронтенд все. И получаем 8 объектных файликов в итоге. Вопросы? Нет? Короткий вопрос, пока далеко не ушли. Давай. Парсингом что подразумевается? Ну, вот здесь вот. Ой-ой-ой, куда шел? Вот если мы main.swift будем компилировать, то нам, то фронтенд обязан пропарсить utils.swift. То есть мы все файлы, которые у нас есть в модуле, должны пропарсить. Вот там кроме парсинга еще есть какой-то базовый type-check и вычленение интернал интерфейса из всех остальных файлов. Вот. Все. Спасибо. А я как-то не поняла, как в конце все работает, по какому принципу файлы разбиваются. Так, а микрофон включен? Мне кажется, микрофон включен. Можешь посмотреть еще раз вопрос? А по какому принципу разбиваются файлы? Вот в этом. Нет. Следующий. Вот здесь. По какому принципу он сам просто решает и делит на пачки? Мы не знаем. То есть у него, возможно, есть какие-то евристики, но в целом невозможно понять, какой файлик будет тяжелее компилировать, а какой сложнее. Поэтому он может, драйвер может осуществлять какие-то евристики, может, по размеру файлов, то есть положить примерно одинаковое количество кода и в ту, и в ту пачку. Но это все евристики, потому что это ничего не гарантирует, что компиляция будет примерно одинаково время. То есть ему важно, чтобы компиляция двух пачек была примерно за одинаковое время. можно случайно распределять, и в принципе будет эффективность нормальная. Есть следующий режим. Это whole module optimization. У него есть два режима threaded и non-threaded. вот в threaded режиме он включается вот таким флажком whole module optimization. Ему передается количество тридов, опять же, на которые можно распараллелить. И в этом режиме frontend компилирует и парсит сразу весь модуль. То есть сразу все файлы. Он один раз запускается только. Но backend при этом, вот этот LVM, запускается в параллель. Это такой компромиссный режим. Тут есть и оптимизация от верхнеуровневого свифтового компилятора о том, что он может какие-то дженерики соптимизировать, какие-то верхнеуровневые и свифтовые оптимизации. Но тут мы теряем в LVM-ных оптимизациях. Выглядит это вот так вот. Драйвер, мы вызываем драйвер, опять же, он вызывает frontend. А вот frontend уже вызывает на каждый файлик по одному бэкэнду. И каждый бэкэнд генерирует объектный файлик. Есть самый хардовый режим whole module optimization non-threaded. Он включается тогда, когда мы non-threads ставим в единицу. Такая не совсем очевидная штука, но это документированное поведение. Frontend также все компилирует и парсит. Но backend и как бы frontend все это конкатинирует, превращает в один большой файлик для LVM. И LVM за один раз все компилирует тоже. И вот этот случай, когда у нас получается один выходной точка O-файл. Во всех остальных режимах у нас были 8 O-файлов. В этом режиме только один. Это самый медленный режим, но тут максимальная оптимизация. Вот примерно так он выглядит. это и самая простая схемка. Xcode. Последний раз, когда я смотрел, Xcode для релиза использует threaded режим. То есть он не использует самый хардовый, с самыми большими оптимизациями. А для дебаг-сборки он использует incremental с режимами пачками. Если сравнить их так по-простому, то incremental простой режим, но он ничего не дает особо. Вот batch mode, он очень подходит для разработки, потому что у него высокая скорость и оптимизации нет, но они в дебаге в принципе не очень нужны. Threaded mode это компромиссный вариант. Whole module optimization threaded, а whole module optimization non-threaded это очень плохая скорость, но зато самая лучшая оптимизация. Вопросы по свифтовому компилятору. Потому что дальше... Вопрос по whole module optimization, который с тредами. На количество тредов как задаем? Обалды? Количество тредов задается примерно так, насколько вы планируете распараллелить работу компилятора. То есть, как я говорил, если у вас 16 ядер, вы можете 16 задать. Обычно задают для 16 ядер 12, потому что еще есть какие-то другие процессы в операционной системе. Если вы будете все забивать, то операционная система будет выкидывать процесс компилятора, и это будет еще дольше. Примерно задают 12, то есть это где-то три четверти от количества ядер задается внутряда. Точно по такому же правилу, как и J задается. То есть минус J тоже так же задается. Можно вот мне вопрос по поводу еще раз, что на данном слайде означает оптимизация? Я, может быть, упустил этот момент. Я не расслышал вопрос, можно чуть-чуть погромче? Что на данном слайде означает оптимизация? Это насколько код у вас будет быстро работать и насколько он будет маленький. То есть оптимизация работает в двух векторах. Они делают код, чтобы был компактный, чтобы приложение мало занимало места, и чтобы код, который работает, был очень быстрым. Вот. Это, собственно, и оптимизация. все, все, кончились вопросы. Так, переходим. Рассмотрим, как собрать. Вот есть такой свифтовый файлик, Hello World приложение. Как его собрать? как сформировать свифтовую команду так, чтобы у нас получился выходной его файл. Так выглядит примерно команда, которую нужно вписать в командную строку. SwiftC это так называется драйвер. Минус C мы говорим драйверу, что мы хотим действительно компилировать, потому что у него есть еще разные режимы штук 10. Парс as library это такой не очень понятный флажочек, но смысл его в том, что есть у вас файл main.swift или нет. Если есть файл main.swift, то parse as library ставить не надо. Если файла main.swift нету, то нужно ставить parse as library. Почему он как-то сам не выводится из передаваемых файлов? Я не знаю. Вот пока надо ставить parse as library. Передаем SDK. SDK это некоторая папочка внутри X-кода, которая соответствует под что вы хотите собрать. В данном случае мы собираем под симулятор под 14.4 версию. если вы будете собирать под девайс, то нужно соответственно дать путь до девайса, до девайсного SDK. Там будет iPhone OS 14.4. В SDK хранятся всякие, например, когда вы пишете import SwiftUI, чтобы компилятор понимал, что это такое, что за SwiftUI, там хранятся вся необходимая для него информация, именно в SDK. Там он находит, где оно объявлено, что там есть, какие функции, и вы можете сделать этот импорт. Если SDK это не передать, то он сразу сургается. Я не знаю, что такое SwiftUI. Target это под что мы компилируем, это симулятор имеет x864 архитектуру, ну, по крайней мере, на интеловских процессорах. Если у вас Mac на M1, то вам соответственно нужно передавать ARM64 туда. Apple это Apple, мы все подкомпилируем под какие-то те или иные эпловые платформы. Следующим идет операционная система и ее версия. И в конце суффикс опциональный, если это под симулятор, мы ставим симулятор, если это под девайс, мы там ничего не ставим, а если это под Mac Catalyst, там тоже существует свой суффикс. Файлики, которые нам нужно скомпилировать, их может быть один, может быть сотни, может быть тысячи. и куда мы хотим положить итоговый output. Вот такая простая штука. Да. Когда вызываем не один файл, а много файлов, как нужно прописать это, то есть, где последняя строчка, my upset, если будет не один файл. Так, ну, прям в строчку, через пробел они все передаются. Это все одна команда, правильно? После света все. Да, я специально поставил там черточки, это вот такими черточками можно переносить команду до нескольких строк в терминале. Так, про линкер. Линкер – это такая команда, которая вот эти все файлы, которые у вас получились, она их берет, и собирает в один файлик. Это может быть либо исполняемый файл, то есть, сам файлик приложения, либо это какая-то библиотека, может быть, ну, там еще есть разные, но, в общем, смысл в том, что он компонует вот эти все объектные файлы в какой-то один. Мы будем рассматривать исполняемый файл. На маке, ну, для iOS и для мака линкер называется LD64, для Linux и для Windows это другие линкеры, в общем, они платформы специфичные, пока нету линкера, который умеет тогда все сразу линковать, хотя есть попытки это сделать. Вот, вызов линкера происходит примерно вот так. Хотя линкер называется LD64, вызываем мы его просто команда LD, передаем ему в аргументы все объектные файлы, которые мы хотим слинковать, через минус O мы передаем, куда мы хотим положить итоговый результат. В дефолтном режиме, если не сообщать об обратном, линкер будет делать исполняемый файл. Поэтому мы здесь не говорим, что мы хотим исполняемый файл, потому что это дефолтный режим. Опять же, нам нужно до SDK дать ему путь через аргумент слипрут. Линкеру нужно SDK, чтобы тоже понимать, какие функции есть уже в iPhone, в iOS, и каких функций нет, чтобы выдавать какие-то ошибки о том, что вы там пропустили какой-то файлик, не добавили его в линковку. Передаем архитектуру. Так, у меня тут должно быть подсвечено. архитектуру, под которую он будет линковать. Передаем ему путь, где найти тоже разные любы. Вот, например, тут он найдет SwiftUI любу и не будет ругаться, что он ее не смог найти. Он похож как на компилятор работает, только немножко в другой плоскости. То есть он тоже ищет, какие функции вы использовали и ищет, откуда их можно, где они лежат собственно. И L-System это надо передавать, если вы хотите прилинковать какую-то любу тоже. SwiftUI он сам поймет, что нужно прилинковать, так как вы его заимпортили. А вот эту любу, которую нужно линковать всегда во все приложения, нужно руками писать, просто потому что нужно и все. Без нее линковка не пройдет, потому что ему нужны некоторые приложения, нужны некоторые функции из этой библиотеки, иначе он не будет работать. Так, с линкером мы закончили. Есть вопросы какие-нибудь? запускаем команды компиляторов без разницы в каком окружении, правильно? Можем из любой папки, из любого окружения это делать? Ну, пути должны быть до файликов, либо относительно, абсолютные, да. А LD, на самом деле, ну, там сложная система, LD, на самом деле, это он лежит в userbin папке в руте, и на самом деле он это просто маленький врапер над xcode xcran, то есть он находит потом установленный в системе xcode, и уже в xcode идет и находит в xcode LD, который нужен. То есть LD по дефолту в системе не установлен. То есть если вы просто запустите новый Mac, купите новый Mac, запустите его, там не будет. LD и он вам скажет, что надо установить xcode. После того, как вы установите xcode, то эта программа, вот эта оберточка, которая лежит в руте, она уже сможет найти линкер из xcode. Спасибо большое. линкер с SwiftC тоже самое. Дальше, что нам нужно, чтобы свое приложение наконец-то сделать, это info.plist. Info.plist это файлик в формате property list, и нам нужно туда несколько свойств сделать, без которых приложение не запустится. Это bundle.id, название исполняемого файла, то есть то, что мы линкером сделали, вот это исполняемый файл нужно положить внутрь папочки этой bundle и написать там его название. И название приложения, которое будет видно у вас на главном экране айфона. в Springboard ну и версию. Версию точно непонятно зачем, но ему операционной системе очень нужна версия приложения. Притом две разных ее, два разных вида. Мы будем в XML рассматривать. XML лист он человекочитаемый, хотя вот есть вот некоторый boilerplate код, который пишется сверху и внизу. Ну вот есть он такой boilerplate код. Вот на месте троеточия уже будут идти настоящие значения. Вот так они выглядят. То есть ключ ограничивает с тегами, потом идет значение ключ, значение ключ, значение. CF Bundle Executable ключ, это название приложения, нет, не название приложения, это имя исполняемого файла, потом идет Bundle Identifier, это какое-то уникальное название в системе, если два таких будут, то есть с одинаковым именем два приложения могут быть, но с одинаковым Bundle Identifier, они друг друга перезапишут. То есть это такая уникальная идентификатор на систему. И Bundle Name это то, что вы будете видеть на главном экране. И вот две версии, которые iOS очень нужны, без них она не запустит. Тоже приложение. Short version и просто version. Дальше. Так. время демо. Теперь мы попробуем это все, то, что мы говорили, это все сделать. Значит, есть папочка, есть в ней два файлика. Код и инфоплист. Код. Так, нет, так тоже не видно. давайте. Вот такой код. Обычно маленькое Hello World приложение для описания на SwiftUI. Очень удобно писать маленькие приложения Hello World на SwiftUI. и инфоплист. То, что я показывал на слайде, собственно, вот он записан здесь. ничего нового. и попробуем это все собрать сейчас. Я создал здесь специальную папочку build, в которой мы будем все собирать. и назначил сим-линку на SDK, чтобы не нужно было этот огромный путь писать до SDK, потому что он такой некрасивый. Если мы его посмотрим, вот там такой далекий путь внутри X-кода, там куча-куча папочек. Начнем с чего? Начнем с компиляции SwiftUI. SwiftC компилятор. Попробую на памяти, но это не факт что получится, если что, у меня есть шпаргалка. Так, parse из лейберри нам нужен. Файлик. Куда мы это все положим? Папочку build my app .o нам нужен SDK и нам нужен target. Target это X. Сначала пишем архитектуру, пишем Apple, пишем операционную систему и пишем симулятор. Так, ничего не забыли? Может быть, забыли? Попробуем. Оп, получилось. Теперь в папочке build мы видим собранный O файлик. файл. Теперь надо его слинковать и получить исполняемый файл. Пишем LD, передаем ему наш объектный файл. куда положить результат. Просто назовем my app. ssleep root нужен до SDK. Нужна архитектура. Что-нибудь еще? Кто-нибудь помнит? Что еще нужно? По-моему, нужно что-то еще. Указать на устройство либо симулятор, либо да, это вот SDK, да. Давайте попробуем. Опа! Да, да, видите, какой ужас. вот то, что я говорил, он не может найти различные библиотеки, не может найти использованные функции. так, и он даже что мы забыли? Мы забыли передать ему, где искать библиотеки. Давайте попробуем запустить и посмотрим, какие ошибки он выдает без L-систем. Вот он какой-то тут символ не может найти. Вот этот символ лежит как раз в, то есть вот эта функция лежит в L-систем, поэтому она нужна. так, add-систем. Оп! Получили исполняемый файл. Прекрасно. Теперь создадим папочку, в которую будем складывать приложение. она уже покрасилась как будто на приложение, но не запустится и не установится. Нам нужно туда скопировать исполняемый файл. внутрь. И скопировать info.plist файл. Тоже врут. Хорошо. Посмотрели. Внутри приложения нужны нам два файла. Теперь берем симулятор. Закидываем созданное нам приложение, запускаем и запустилось приложение. Радость. Ладно. Давайте, может быть, сделаем перерыв на минут пять. И потом продолжим. Как вам такая идея? Давайте, да? Короткий вопрос. То есть Xcode потом все это и делает? Давайте вопросы. Так, Xcode это все и делает. Да, да, ну, там сложнее, как бы все. Если вот вы откроете команду, которая выполняет Xcode, там типа 40-40 аргументов вполне может быть даже на самом маленьком Hello World приложении. А когда Xcode запускает уже с максимальной оптимизацией, либо это делает Apple на своих серверах? Нет, это делаем мы, когда собираем в релизе или архив, когда в Xcode сверху есть сейчас. Так, а, у меня Мира включил. Сейчас. вот в одном из самых первых слайдов там есть скриншот из Xcode. Есть run, profile, analyze и achieve есть такая. Вот когда нажимаете кнопку achieve, там происходит как раз самая сильная оптимизация. Ну и в принципе, если вы в релиз конфигурации будете запускать, то там в принципе почти неотличимо, хотя в achieve еще кое-что делается. Так, третья тема у нас будет про системы сборки. Как, что такое система сборки? В абстрактном смысле этого слова, то есть мы не будем конкретно сейчас рассматривать, а просто рассмотрим, как они работают. Для начала из предыдущей темы мы возьмем примерно то, что мы делали, ну еще кое-чего добавим и построим такой, назовем его граф сборки. Значит, у нас есть некоторый набор свифтовых файлов, о, свифтовых, исходных, исходных файлов, это не обязательно свифт, это может быть картинки, Objective-C код, еще что-то. Есть некоторые промежуточные файлики, мы называем их таргетами или целями, и есть конечный результат, это наше приложение. Если абстрагироваться от конкретных правил и от конкретных типов файлов, то мы получим какой-то такой граф, то есть у нас есть импуты, есть какие-то правила перехода, есть промежуточные файлики и есть результат. И все это по стрелочкам можно перейти из одного в другой по некоторым правилам. Принято стрелочки в другую сторону направлять и называть это графом зависимости. Почему так? Потому что удобнее и понятно от каких файликов зависит таргет. то есть например интермедиат 2 он зависит от input 3 который у нас изначально есть, но также нужно сначала откуда-то получить интермедиат 1. И вот система сборки может ходить по этому графу и понимать что требуется для того или иного таргета. Вообще такие графы называются в математике направленными ацикличными графами или сокращенно DAG математическая абстракция графа зависимостей. Вершины в этом графе это есть цели, то есть таргеты которые файлики которые мы собираем а ребра это правило для перехода от одного к другому. почему граф зависимости ацикличен? Если файл A зависит от файла B а файл B зависит от файла A то непонятно что изначально собирать. Невозможно получить файл А потому что нужен B невозможно получить B потому что нужен A поэтому граф зависимости Он всегда цикличный, но и направленный, потому что зависимость в одну сторону. Поэтому граф зависимости — это DAG. Система сборки принимает на вход такой граф зависимости в различных его представлениях. Мы задаем системе сборки некоторую цель, которую мы хотим. Система сборки при этом составляет очередь. По какой очереди все выполнять? Выполняет это, то есть собирает и репортит либо, что у нее получилось, либо какие-то ошибки, которые произошли в процессе сборки. Рассмотрим, как система сборки делает очередь выполнения. Вот возьмем такой маленький граф зависимости. У нас есть два свифтовых модуля. По одному файлу. Main.swift — это один модуль. Utils.swift — это другой модуль. И есть некоторый C-шный файлик legacy.c, в котором какой-то старый код. И вот мы хотим его собрать в некоторый исполняемый файл или библиотечку. Система сборки может распределить очередь так. Сначала соберет main.o, потом util.o, потом legacy.o. Она не может выполнить линковку, то есть не может создать исполняемый файл, пока не создаст все его зависимости. И когда все зависимости создали, она запускает линковку. Какие тут проблемы в такой простой системе? Компиляция и линковка. Ну, со свифтом там немножко отдельная тема, но в целом компиляция и линковка, они, как правило, однопоточные. И даже если свифт многопоточный, то хорошо было бы запускать несколько в параллели, потому что он иногда, ну, зачастую забивает не все ядра. То есть мы как можно хотим больше параллельности сделать. А в данном случае это все происходит друг за другом, то есть однопоточно. И если у вас много ядер, то, ну, а в современных компьютерах у всех много ядер, то все остальные ядра будут простаивать. И это медленно. Поэтому все современные системы сборки умеют параллельно собирать. Как они это делают? Заметим, что если мы начали собирать main.o, ничего нам не мешает начать собирать и util.o в параллель. Ничего этому не противоречит. И более того, мы можем и legacy.o тоже собирать. И получается, что мы три команды можем запустить в параллель, и они будут на трех разных ядрах исполняться. И это как бы будет в три раза быстрее, чем друг за другом по одной. Ну, не обязательно в три, но в несколько раз быстрее точно будет. Какие тут проблемы? Все еще, чтобы создать наш binary, нам нужно запускать все команды каждый раз. Это медленно. В больших приложениях таких команд могут быть, может быть, десятки тысяч. Все это занимает десятки минут, может быть, час даже, больше часа. Никто не захочет разрабатывать приложение, если каждый нажатие на command.r будет занимать час. Поэтому все современные сборочные системы умеют делать инкрементальный билд. Как это работает? Раньше в схемах до этой сборочная система, в принципе, про файлики ничего не знала. То есть она знала, что есть команда, которая сделает из вот этого файлика вот этот файлик, но в целом она с этими файлами сама не взаимодействовала. Для инкрементальности же нужно некоторое взаимодействие уже с файликами. И это взаимодействие заключается в чтении последней даты модификации. Вот там написаны последние даты модификации. Они, правда, не очень точные, с точностью до дня, но смысл в том, что есть некоторые source файлы, которые давным-давно менялись. Мы, допустим, вчера собрали нашу binary, и вот вчера оказались в последний раз модифицированы все промежуточные файлы в сборке. Сегодня мы, например, хотим добавить новую фичу в приложение и помодифицировали main.swift файл. И операционная система, как только вы сохраняете этот файл, операционная система автоматически обновляет дату последней модификации и обновляет ее на сегодня. И теперь вы заказываете binary. То есть хотите собрать приложение или библиотечку. Что делает сборочная система? Она сравнивает дату последней модификации таргета и его зависимости. Если хотя бы одна зависимость, у хотя бы одной зависимости дата последней модификации новее, чем его собственная, тогда он помечает эти таргеты как дете. Тут такой хитрый момент, хотя на самом деле простой. То есть если у нас зависимость новее, чем мы сами, то нам нужно обновиться, то есть пересобраться. И на этой картинке получается, что main.o устарел, то есть стал дете. И так как он стал дете, то и binary становится дете. А вот utils.o и legacy.o, они остались такими же актуальными. То есть они в актуальном состоянии находятся. И сборочная система помечает их как актуальные. Есть тут вопросы? Нет. Хорошо. Время последнего изменения в Unix-системах записывается как атрибут у каждого файла. Есть такой атрибут, называется mtime. Это количество миллисекунд с начала эпохи, то есть с 1970 года. Их как раз считывает билд-система. Смотрит, проверяет. И вот если формальное правило такое определить, то дете-таргет устаревший – это таргет, у которого хотя бы одна зависимость имеет больше mtime, чем собственные. Либо хотя бы одна зависимость помечена как дете. Вот это такое более формальное определение. И когда билд-система поняла, какие таргеты дете, какие актуальны, она пересобирает только то, что нужно, только дете-таргеты, и это работает быстро. По крайней мере, билд-система для этого сделала все, что могла. А если компиляция долгая, то тут билд-система уже не виновата. Подытожим. Значит, система сборки оперирует графом зависимостей. На вход ей приходит, составляет некоторую очередь выполнения, параллельно делает это, то есть выполняет команды. И умеет инкрементальную сборку, то есть только то, что изменилось. Чтобы не пересобрать, всегда все. Есть вопросы по системам сборки в абстрактном смысле этого слова? Насчет… Я не понял момент. Ближе немножко. Чуть-чуть ближе. Момент про граф-зависимости. Если есть какой-то файл, от которого зависит… То есть они же обновляются по уровню. Правильно я понял? Ну… То есть если есть какой-то файл на одном уровне и другие файлы… Если есть какой-то файл на одном уровне и в другой, допустим, ветке, они не могут перейти дальше, пока… Нет, это необязательно. Я примерно понял, о чем ты говоришь. Сейчас я покажу. Вот, например, вот этот. Но тут они нарисованы по уровням, но на самом деле необязательно, что… Нет, здесь обязательно. Здесь так получилось, что обязательно. Но вообще-то, если бы, например, Intermediate 2 не зависел от Intermediate 1, то Intermediate 2 вполне мог начать собираться даже перед тем, как соберется Intermediate 1. То есть это необязательно по уровню. Вообще графы, они очень могут быть сложными. Ну, там, может быть, десятки тысяч ребер. Вот у нас, по-моему, там 50 тысяч целей компиляции. И там… Ну, про уровни там нету речи. То есть там все так запутанно, что никаких уровней там особо нет. То есть там просто такое месиво из этого всего. Но так как оно четко математически обосновано, есть четко доказанные алгоритмы, нам, в принципе, пофигу, что там месиво. Просто рассматриваем это как DAC, как нецикличный направленный граф. И все. Вопросы? Нет вопросов. Поедемте дальше. Посмотрим, какие вообще существуют билд-системы, которые, по крайней мере, как-то к iOS-у относятся. Конечно, их намного больше. Но такие известные и которые относятся как-то к iOS-у. Какие у них есть плюсы, минусы? И как можно выбрать ту или иную билд-систему? Ну, ответим на вопрос, почему нет просто универсальной билд-системы, чтобы было удобно, гибко, там все, не надо было ее поддерживать, быстро. Но так же, как не существует универсального языка программирования, так же не существует универсальной билд-системы, потому что всегда нужно чем-то жертвовать. Либо вы жертвуете временем на поддержку, либо вы жертвуете удобством, гибкостью, скоростью. Чем-то нужно жертвовать. И всегда нужно просто смотреть и выбирать, что вы готовы пожертвовать. Ну и первая система сборки, с которой мы все знакомы, это xcode build. Вот когда вы нажимаете command-r, или может быть вы когда-нибудь CI настраивали или нет еще. Ну, наверное, сейчас CI-ки легко настраиваются. Но в целом, вот если на CI-ке без UI, xcode вы захотите, ну, у вас есть xcode проект, но без xcode UI захотите собрать приложение, вы в консоль напишите xcode build, там пробел, и там, 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 там. Управляется из UI все это дело обычно. То есть мы конфиги какие-то из UI настраиваем, там, тыкаем галочки, какие-то там плюсики нажимаем. И внутри вот есть xcode project, вот этот файлик синий, и внутри лежит такой файл, называется project.pbxproj. Вот там это такой огромный-огромный файл текстовый. Он, в принципе, текстовый, то есть его можно прочитать глазами, но понять что-то в нем очень сложно, потому что там какие-то идентификаторы, куча, куча идентификаторов. Ну, и, в принципе, xcode build, он просто в использовании. Все iOS-разработчики, наверное, с него начинают. Просто запускаешь xcode, накидываешь 100 файликов, пишешь код, и все работает. Вот. Когда xcode build, да, может быть, недостаточно? То есть что значит перерасти xcode build? Первая причина – это размер кодовой базы. Если у вас кода, сотни тысяч строк кода, может быть, даже миллионы, то xcode просто умирает. То есть он не может справиться с этим количеством файлов, он будет жутко лагать, жутко тормозить. И еще все будет работать медленно. Также xcode build, он хоть и простой, но гибкость у него очень низкая. Нельзя вообще мультиплатформенность. То есть если вы захотите на xcode скомпилировать под Windows, это вряд ли получится. А если у вас кодовая база какая-то общая, например, там есть общий код на C++, который и под Windows работает, и под iOS, или под Android, или под Linux, то xcode buildом вы просто не сможете это собрать. Ну, не знаю, может быть, как-то можно прям совсем извертнуться, но в целом это невозможно. И вам придется поддерживать, если вы будете продолжать пользоваться xcode buildом, вам придется поддерживать обе системы сборки и для Android, и для iOS. Или там для любой другой системы. Это довольно тяжело. Ну и к тому же примерно разные языки. Попробуйте написать в xcode что-нибудь на каком-нибудь Rust, или на Go, он просто не умеет их компилировать. И это невозможно научить xcode компилировать эти языки. В этом отсутствие гибкости xcode build. Если большой размер команды, то в Xcode проекте начинает тоже происходить хаос. Кто-то какие-то флажки добавляет куда-то. Как это отследить, непонятно, потому что если ревью проводить в полу-реквестах, там, когда PB project, PBX project меняют, наверное, вы видели в PR-ах, когда вы меняете что-то в xcode, там какие-то линии зеленые, какие-то красные. Это невозможно нормально ревьюить. Ну и, соответственно, когда эти все проблемы накапливаются, времени на поддержку xcode build начинает тратиться очень много, и приходится искать какие-то альтернативы. Какие примеры сборочных систем есть в мире? Это xcode build, который мы рассмотрели. Вот, например, swift build. Ну, она хоть и такая простенькая, но на самом деле тоже отдельная прям сборочная система, которая имеет package.swift. не знаю, писали, никогда не писали, использовали swift package manager или нет. Ну, в общем, если вы захотите собрать swift package, то вы будете использовать swift build. Это тоже отдельная билд-система. Она использует конфигурационный файл package.swift. И, ну, приятная. То есть, package.swift намного легче ревьюить и смотреть, чем PBX project, но swift build довольно ограничен в том смысле, что он умеет только библиотечки собирать и common-line утилиты для Mac. А дальше ему тяжело. То есть iOS-приложение на swift build, наверное, не написать. Хотя можно библиотечки отдельно писать на swift build и основное приложение держать в Xcode, а библиотечки собирать с swift build. Есть базель. Сейчас уже довольно стало распространено. Несколько больших компаний, я видел, переходят на базель. Это гугловая разработка. Гуглы собирают все, практически все, за исключением двух-трех проектов этой билд-системы. То есть вы представляете, это билд-система направлена, чтобы гугловый поиск сбилдить, и iOS-приложение, и какой-то JavaScript скомпилировать. То есть это такой огромный-огромный монстр. Он умеет все. Баг — это аналог базеля. Когда разработчики уволились из гугла и пришли в Facebook, они увидели, что у Facebook нет нормальной системы сборки. И они написали им баг. В общем, это написано разработчиками, экс-гуглерами в Facebook. Тоже Facebook используется. Они собирают все для этого. Ну и, соответственно, вокруг них есть, вокруг этих билд-систем есть комьюнити, которые iOS-приложения поддерживают. То есть вы можете найти какие-то ресурсы, какие-то утилиты, людей, которые этим занимаются, которые это поддерживают. И, собственно, не так сложно на базе или на баке запустить Hello World практически несложно. Make build-система — это такая древняя-древняя-древняя, пришедшая из где-то 70-х, наверное, годов билд-система, которая использовалась на Unix операционных системах. Ей до сих пор собираются очень много всего, поэтому я абсолютно уверен, что хотя бы одно iOS-приложение в мире собирается Make-ом. И она, хотя уже сейчас так популярно стреляет, но тем не менее очень много где используется, особенно такими бородатыми программистами, программистами древними. Ну и их очень много. Я вот выбрал несколько примеров разных таких. Дальше что у нас есть — это мета-билд-системы. Мета-билд-системы — это такая… Это не совсем билд-система, это программка, утилита, которая генерирует файлы для другой билд-системы. Для чего нужно? Ну, например, чтобы иметь приятный синтаксис. Обычно чем быстрее билд-система, тем у нее хуже код, на котором она написана. То есть его все сложнее и сложнее читать. Вот, например, Package Swift, он довольно приятный в чтении. То есть это код на свифте, который можно легко читать, но если вы там напишите 5000 строк на Package.swift, он будет жутко долго запускаться. Xcode build, например, он практически не читаем человеком. То есть его… Ну, там можно в чем-то разобраться, но чтобы вот читать его невозможно. Но зато он быстрый. Он намного быстрее, чем Swift build. И по этой причине, ну, как бы это какое-то такое правило получилось, что чем быстрее билд-система, тем хуже она написана. И вот для этого сделали мета-билд-системы. Мол, мы напишем в приятном интерфейсе, в приятном синтаксисе какое-то описание проекта и потом сгенерируем вот этот ужасный код для быстрой билд-системы. Почему это ускоряет? Потому что конфигурация проекта довольно редко меняется. То есть вы не так часто добавляете новые файлы в проект, чем собираете. То есть может это и час, несколько раз в день, но собираете вы там несколько десятков раз в день. И поэтому вот когда вы добавили новый файлик, вам нужно будет перегенерировать, но в основном это будет быстро. То есть вы запускаете быструю билд-систему, а генерацию запускаете редко. Примеры таких штук – это CMake. На CMake тоже очень много чего написано. Точно хотя бы одно iOS-приложение написано на CMake. Но на нем, например, написан свифтовый компилятор. То есть если вы свифтовый компилятор попробуете собрать, вы будете собирать это CMake. Если вы попробуете собрать свифтовую стандартную библиотеку, вы будете это тоже делать через CMake. GN – это вот мы используем, например, GN в нашем проекте. Это такая тоже мета-билд-система, которая генерирует ниндзя. Она так и называется – генерейт ниндзя. Ниндзя – это тоже низкоуровневая такая, очень сложно читаемая билд-система, но быстрая. И она используется в хроме. То есть изначально появилась в хроме в проекте, и iOS-ное хромеумное приложение собирается GN. Ну как, GN генерирует ниндзя-файлы, а ниндзя собирает уже приложение. CMake на самом деле тоже ниндзя-файлы генерирует. CMake умеет генерировать и мейк-файлы, и ниндзя-файлы, и xcode даже, xcode-билд-проекты. То есть это такая большая мощная штука тоже. Так что вы, когда захотите собрать свистовую компилятор, у вас будет несколько выборов. Вы хотите это сделать в xcode не очень быстро, или захотите это сделать ниндзей быстро. Ну и неожиданный пример CocoaPods, который вы точно использовали, потому что у вас было, по-моему, домашнее задание про CocoaPods. Это тоже можно сказать, что это метабилд-система, потому что у вас есть вот pod5, в котором вы в каком-то приятном языке описываете конфигурацию, и когда делаете CocoaPods install, генерируется xcode-проект. То есть генерируются файлы для другой билд-системы. Потому что самому писать от xcode-проект довольно тяжело. Ну и, собственно, pod install вы делаете довольно редко. Поэтому он может быть долгим. А xcode-билд, он намного быстрее. Еще интересной такой метабилд-системы есть множество генераторов xcode-проекта. Я вот несколько использовал. Вот этот мне показался самым таким интересным. Вы примерно это делаете, как в package.swift, только вы описываете xcode-проект. Тот проект, который мы собирали только что, простое приложение, мог выглядеть вот так вот. То есть у нас есть имя, платформа, продукт, что за продукт, bundle ID, вот так вот его записываете. Ну, то есть это красивый синтаксис свистовый. И потом вы вызываете там туист, не помню, как команда, ну, какая-то команда в терминале, и у вас появляется xcode-проект, который с заполненными уже всеми полями. Вы нажимаете просто command-r и запускаете приложение. Довольно приятная штука. Когда-нибудь я ее где-нибудь попробую. Ну, в общем, можете и вы попробовать в следующем своем проекте заиспользовать что-нибудь такое. Ну, и если подвести итоги, сборочных систем куча разных. Нужно относиться к ним не боясь, потому что очень часто iOS-разработчики боятся вообще все, что происходит вне xcode, потому что это такая приятная, комфортная зона. Не дай бог залезть в терминал, что команду ввести какую-то. Там ничего страшного нет. Можно это все смотреть, пробовать. И, ну, в общем, все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok